Радиостанция Моторадио Как ваши дела? Прекрасно Включили лето Сегодня включили лето Отдельную благодарность персоналу радиостанции выражает мотоклуба Безерайдер за принесенные печенья Большое вам спасибо Ну а теперь о главном У нас на подходе большое мероприятие вашего клуба Которое однажды даже отмечалось здесь в фортах, насколько я помню Начиналось первое Даже начиналось То есть мы можем этим гордиться в каком-то смысле Ну вот уж Надо у Олега спросить Ну да Итак, как это называется, когда это пройдет Пойдет, пройдет вернее И какие у вас ожидания от этого всего Давайте по порядку, когда? Так, ну значит мероприятие называется Бези Бат Райт Так Пройдет оно, собственно, 25 июня Значит мероприятие это однодневное Это суббота Это суббота Ближайшая суббота Так Вот, значит Основная идея этого мероприятия Это Значит Стартовать с утра И в течение 11 часов Основная идея не так А определить самую главную задницу Я так понимаю, да? Ну Нет, там будет много задниц Там будет много Там разные номинации с задницами Да Там много всего В том числе и самая занятая А то, что вы хотите Самая ленивая Лази Бат Лази Бат Да, а то, о чем вы хотите рассказать Это уже условия достижения вот этих великих целей, да? В оконцовке у нас будет некий суперчемпион И какие-то рядом вице-чемпионы Или как это будет? Ну, будут, соответственно, да Занятые Давайте с конца просто С конца Ради чего бороться? На самом деле Идея не в том, чтобы бороться Идея в том, чтобы ездить Это самая главная идея вот этого мероприятия Когда оно задумывалось Когда оно создавалось Идея это была как раз в том, что в Питере практически нет ездовых мероприятий Их по пальцам пересчитать Когда встали толпой в колонну Дружно в затылок друг к другу Куда-то проехали Там остановились Посмотрели Это другая Это не совсем та история Ну, вот то, о чем вы сейчас сказали Этого много Наводнен весь интернет Везде Кто в Питере еще такое делает? Маленькие прохваты Тут вот по Оленобласти Прохваты Прохваты Именно когда толпой собрались Куда-то поехали Да, вот я про это и говорю Нет, этого масса А именно таких вот ездовых мероприятий Ну, я знаю два Объясните, что значит ездовое? Это когда Человек получает какое-то задание Какую-то легенду И он сам по себе Сам выбирает Сам планирует маршрут Начинает ездить Ездить ради чего-то Снимать точки Или просто собирать Определенное количество Каких-то мест И достопримечательностей Есть просто поездка Когда остановились В заданном месте Посмотрели на красивый пейзаж Сделали фотографию Поехали дальше Совершенно Это одно дело А когда есть более Какая-то сложная задача Есть момент соревновательный Есть момент именно маршрута Да, то есть вот такое Насколько я знаю В Питере делаем только мы И Норман Райдерс У них все равно был сбор точек У них другое мероприятие У них другая история Наши истории они похожи Но у них нет соревновательного духа У них именно просто Just for fun тебе даются Несколько видов маршрута Давайте тогда о соревновательности За что бороться в вашем случае? За первые, за призы Конечно же За призы Есть пять, по-моему, номинаций Первое, второе, первое, второе, третье место Мы не будем открывать все номинации Потому что у нас есть в том числе и скрытые номинации Которые если будут знать, то их будут намеренно набивать Есть, да, есть номинации Есть призы от наших друзей От наших спонсоров Призы абсолютно ценные Абсолютно полезные для мотоциклистов Я думаю, что можно смело сказать Что у нас магазин Front Flip Да Или Flip Up Flip Up Flip Up Я их все время путаю Это за магазин Ребят, простите Это ваши партнеры Они предоставят приз Призы Призы Да От магазина То есть именно то, что нужно мотоциклистам А можно заработать дорогой гиперприз какой-то Хотя бы один Да, конечно Первый приз будет вполне себе прилично Вот мы сегодня как раз вылюбовались То есть наш товарищ Ингур Коротков Айпэд Нет, нет, нет До такой степени Ингур Коротков Ты самая От мастерской, да Ингур Коротков Вполне себе ценный приз Для первого места будет Очень Есть группа, да Вконтакте, наверняка Посвященная этому событию Да Как ее найти? Значит, найти ее можно через Ну, через поиск Через группу Busy Riders, во-первых Через нашу Busy Riders Friend Zone И Есть сама по себе группа Busy Bat Значит Она так и называется Busy Bat Ride 2222 22 просто До 200 мы еще не драться 2022 Ты сказал 222 А, 2022 Да, пардон Хорошо Призы Понятно будут И даже такие Весьма неплохие Да Теперь как их Заполучить? Как их заполучить? Приезжаем на старт Так Получаем маршрутный лист Кто может приехать? Любой мотоциклист Старше 18 лет Имеющий мотоцикл Объемом более 120 лет Из вражеского клуба Может приехать? А мы, по-моему, не ограничивались Сейчас 16 лет Это тоже можно Если есть водительское удостоверение Любой мотоциклист Имеющий право Передвигаться по дорогам Общего пользования Вот Что такое вражеский клуб? Клубный, не клубный Нам все равно У нас нет понятия Вражеский клуб Я условно Я неправильно выразился Просто бывает Любят Кого-то не любят Это не важно Нет Любой человек Который захочет Принять участие Он ваш гость Нам все равно Есть на нем жилет Нет на нем жилета Цвета И прочее У нас принимают участие И клубные мотоциклисты И то, что он модно В прошлый раз В прошлый раз был первый Это второй Первый был Когда проводилось здесь Это был У нас по-моему Девятнадцатый год Девятнадцатый год До ковида еще Да Потом один год Мы не делали Двадцатый год не проводился Это третий будет Да Это будет третий А что показывает практика Каков интерес к этому событию? Есть В целом он растет Вот Потому что на первое мероприятие У нас по-моему всего Заявлялось человек 20 Приехал и участвовал Восемнадцать Что-то такое Восемнадцать или семнадцать человек В прошлом году было Двадцать восемь В этом году Уже подано заявок Там больше двадцати Ну и плюс Очень много народу приедет Прямо на старт По погоде Все зависит от погоды Да Включили летом Я смотрел прогноз Прямо радовался Что двадцать семь градусов Нам обещают Раньше времени Не это самое Двадцать семь Не очень хорошо Для мотоциклистов Тоже наверное В прошлый раз ездили При тридцати четырех Слушайте Вот у вас есть Страница регистрация И здесь Среди прочих Ну понятно Фамилия имя Отчество Телефон Там марка мотоцикла А вот Есть пункт Участвовали ли вы В Бизи Бат Райт Прошлых годов Да Вот это с какой целью Вы спрашиваете Для статистики Пока для статистики Да Тут есть нюанс Такой Это уже Если мы будем брать историю Как это все произошло Нам это надо Собственно для развития Потому что именно Вот те Участники Кто делает это Не в первый раз Они Будут скажем так Статистически Более интересны Потому что мы сможем В будущем Анализировать маршруты Как они строят Точки В общем В целом Примерно каждый год Остаются одни и те же Что-то добавляется Что-то убавляется Но грубо говоря Новых достопримечательностей Мы не придумаем Потому что они Не появляются Поэтому основная идея Значит Людей зарядить на то Чтобы они Планировали маршрут Там поработали головой Поэтому меняются Ценности точек Каждая точка Приносит какое-то Количество баллов И с этого года Значит Мы вводим еще Будут такие Дополнительные комбо-точек То есть За сбор определенных точек Получаются дополнительные баллы Вот И как бы Вот это все Надо анализировать Подождите Давайте Тогда объясните Людям Что значит За сбор точек Как это вообще Будет происходить Какие условия Значит Концепция простая Человек приезжает На мотоцикл В условленное место На старт На старт Значит Регистрируется Получает маршрутный лист Получает карту Получает ссылку В гугл-картах Обязательно Некий конверт получает Или что Да Стартовый конверт Значит Вот Необходимо Обязательно Лучше заранее Устанавливать приложение Гугл-карты Бейджик участника Обязательно Бейджик участника Да Само собой То есть человеку Надо взять очки Как минимум Для чтения Да Получается Да Вот И Значит В эти гугл-карты Мы даем ссылку Там собраны точки То есть в принципе Ничего там по координатам Серьезно выискивать не надо То есть В принципе Точка устанавливается В том же гугле Ну как сказать Ну есть нюансы конечно Да Потому что гугл-карты Они Я вокруг одной точки Ездил 20 минут И не мог ее найти Потому что элемент ориентирования Должен быть в любом Спортивномероприятии Да Подождите Пока Подождите Пока вот простой пользователь В моем лице Не понимает Значит так Есть некие координаты Точки какие-то указаны Да В этом задании И что это такое Да То есть это может быть Развалина церкви Это может быть Какой-то крупный памятник Память Или мелкий Или мелкий памятник Да А что должен райдер Должен это увидеть Или там как-то зайти туда Или как-то Что делать-то Значит Эти точки подобраны так Куда можно подъехать На мотоцикле Он должен сфотографировать Мотоцикл С бейджиком участника Повешенным на него На фоне На фоне этого места Да Тем самым подтверждая Что он там был И вписать И вписать В свой маршрутный протокол Номер точки Время ее взять Все С этим понятно Много таких точек Да 84 84 По всей Ленинградской области От Луги До Выборной Это каждому столько довезли Да Точки у всех одинаковые Но проезжать их надо не все Маршрут выбираешь сам То есть вопрос в том Что у нас А ты должен А как А сколько у нас максимально точек брали В общем Порядка 14 Получается Все точки физически невозможны Это невозможно Даже за два дня То есть Тут вопрос Что люди приезжают Значит Они могут приезжать с 8 утра Старт в 9 утра С 8 утра Начинает работать регистрация Так То есть человек Который хочет получше подготовиться Он приезжает к 8 Получает свой этот пакет документов И сидит И сидит Планирует себе маршрут Так чтобы к 8 вечера Вернуться на финиш Правильно я понимаю Что здесь у нас Идет отсечка Ну вернее Как бы определение победителя По времени завершения Которое у вас обозначено В 8 вечера приезжает И если он предоставил Больше всех посещенных точек Он выиграл Да Именно так Но только не точек А баллов Которые Баллов за посещенные точки Каждая точка Имеет свою ценность Чем сложнее До нее добраться Чем она дальше Тем она стоит дороже То есть если ты едешь По трассе И увидел огромный Монастырь гигантский И на нем Сфотографировался Это ценность Там один балл Например Ну грубо да А если все говорят Монастырь где-то под Лугой То да Если это все Что в пределах города Либо допустим В Приозерске Несколько точек Они рядом То есть ты уже все равно Туда приехал Тебе задача Просто по ним проскакать В Приозерске В Выборге Такие точки есть То есть дается Они уже Грязное условно время С 9 утра до 8 вечера До 8 вечера Оно не грязное Оно абсолютно чистое Я имею ввиду Финиш позже Восьми вечера Это штрафные баллы Опоздание на финиш Это штрафные баллы Привозятся То есть задача С 9 утра С момента старта До 8 вечера Проехать Самое большое количество Ну в смысле Набрать максимальное количество Большое количество баллов То есть Вы еще и усложнили Можно было бы просто Количественно Да А Вы усложняете Еще по стоимости Будет еще То о чем говорил Фил Будет еще комбо То есть допустим Собирать точки Однотипные Ну Раньше времени Не надо вскрывать Это все Вскрывается В 8 утра Мы это расскажем Нет Мы расскажем Да это все на старте Всех ждем Суббота Пискаревский проспект 144 АК Вот И небезызвестный Харли Центр Да Рядом с ним То есть мы стартуем С площадки Там где открылся Харли Дринк И Хэппи Дэвидсон Мы стартуем С вот этой площадки И там же И там же Мы собственно Финишируем И там же В Харли Дринкс Будет Вручение призов И автопати Для всех желающих Автопати для всех желающих Да Вип зона будет Для участников Заезда Ну Перекликается Биззи Бат В смысле Бат Райт С вот этой самой задницей Да Я так понимаю С Айрон Батом Да То есть все равно Это некое испытание На выносливость На Да 12 часов 12 часов в седле Это 11 11 11 часов в седле Полинобласть Это Ну это Это физически Требует усилий Определенно Слушайте Ну мотоциклисты Делятся на Мотоциклистов Ну заточенных что ли Кто-то на Там эндуро Кто-то на шоссейные Просто прогулки Кто-то там Еще на что-то А какой вот этой Какой категории Больше всего подойдет Такое соревнование Любой На эндуре Нет Скорее даже Ближе к шоссейке Ближе к шоссейке Потому что у нас Есть буквально Там несколько точек Они Скажем так Ну Труднодоступные Более Потому что там Грунтовые дороги Но Собственно за них Те кто приезжает На классе эндуро Получают меньше баллов У нас девочки В прошлый раз На дорожниках Там на песочке На песочке Падали вообще Зато Зато С таких дорожек Они получают Больше баллов Да А что у вас вызывает Такую вот Сексистскую радость А это не сексистская радость Это наоборот Искреннее восхищение У нас Девчонки Девчонки молодцы Как бы просто Все кто участвует У нас девочки Я думал что вы над Женским полом Нет Ни в коем случае Девочки молодцы Они прям вот Не ну Вообще У нас Как бы Девчонки идут В общей номинации Но при этом еще У нас есть отдельная номинация Для Девочки Которая Проедет лучше Всех других девочек И тут нас конечно Можно в сексизме обвинить Можно Потому что для мальчиков У нас подобного нет Да у нас есть девочки И все остальные Да 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 О да Хорошо Итак Старт В субботу Двадцать Какой это Двадцать Двадцать Июня Двадцать пятого июня Девять ноль ноль Совсем скоро В девять утра От мотоцентра Харли Дэвидсон На Пескалевской Пескалевской 144 АК Да Все знают Подъехать желательно Заранее Нежелательно Подъехать обязательно Заранее Потому что в девять ноль ноль Ровно Мы даем старт Мы даем старт Все Стартовать можно Когда угодно А зарегистрироваться Можно прямо там На месте Да Зарегистрироваться Можно прямо там На месте Без интернета Без интернета У нас работает Там ребята На регистрации То есть все Пожалуйста Для этого Все заранее делается Инструктаж Начинается за Полчаса То есть в восемь тридцать Начинается предстартовый инструктаж В девять дается старт Что нужно Чтобы было Обязательно Полный бак бензина Что-то Мотоцикл Нет Во-первых Мотоцикл Это самое главное Причем Не важно Какого количества колес То есть ездят У нас на треке На треке Еще никого не было Вот То есть во-первых Примите если что Легко Почему нет Все что Все что Вот вот Все на чем сидят Вот так Можно ездить Кроме Кроме мопедов Мало Кубатур Желательно конечно Ну определенная подготовленность Потому что Ну это же личное дело Каждый день А как проверишь Ну как Нет Ну да Что требуется обязательно Документы На мотоцикл Водительские права Ну то есть Нам по большому Все равно Да есть этого человека Или нет Но мы все таки Стараемся Мы не проверяем Мы до всех доводим Что это Что все проблемы За свой счет Все проблемы Дальше будут за свой счет Что это мероприятие Да Оно как бы Оно легальное Полностью да В рамках закладательства Российской Федерации Полный баг да Опять же Там есть Чудесные заправки Там заправиться Перед стартом Всегда есть возможность Там с этим проблем нет То есть если даже Кто-то приехал на парах Перед стартом У него будет возможность Заправиться Вот И все И вперед Нет Самое важное Это наличие Смартфона С гугл-картами Потому что Нет Для особо Консерваторов Особо упертых Мы даже не знаем Если такой человек У нас появится Но мы проверить Просто не сможем То есть у нас В маршрутном листе Все точки Для них даны Координаты Координаты Широда долгота Если человек Приедет с навигатором С каким-нибудь Например с гармином И будет это все Вручную вбивать Я так ездил Первый безебат Ну как бы Я так ездил Первый безебат Я только пожму руку Потому что мы сделали Все максимально просто В гугле ввел Получил ссылку И все точки Сразу на карте прорисованы Только выбирай Ну это личное дело Каждого То есть можно Как это называется Когда по карте Курвиметр Можно с курвиметром Расстояние меряет Ну можно там С транспортиром Линейкой карты Неважно То есть любое средство Навигации В идеале да Смартфон На котором есть гугл карты Вот у вас есть страничка Посвященная мероприятию Любопытная В конце Две строчки рядышком Организационный Организационный сбор Для райдеров Тысяча рублей Да И тут же подписан На автопати Вип зона для участников Да Это сделано Для чего Вот так рядышком Что вот это Тысяча рублей Вы можете Ну как бы Выпить на эти деньги Во время автопати Получается Ну или в том числе Немножко другая история Которую мы Мы первое мероприятие Проводили У нас получался Организационный сбор По сути он покрывал Только наклейку Там вот эти бейджи Статуя протоколы И все прочее Значит В итоге Ну во первых Оказалось что Все это не так просто Не так дешево Затраты больше Да А во вторых Значит Момент какой получился Мы с этим столкнулись В принципе даже здесь Из-за того что Автопати Оно как бы свободное Плюс ко всему Народу очень много есть Кто хочет всегда Поддержать И тех кто И тех кто ездил Да Значит у нас получилось Такое что Когда люди финишировали Вот здесь Значит Они подъезжали на мотоциклах Сдавали Маршрутные листы Дальше человек поднимался И понимал что ему просто Некуда сесть А здесь уже Толпа Толпа народу Да То же самое получилось В прошлом году Тоже народу было Очень много И Ну мы просто посмотрели Мы там еще пытались Люди приезжают Они устали Им хочется попить Там чаю Еще чего-то Мы там у кого-то Забирали экипировку шлема Укладывали к себе Там это как-то охраняли Просто чтобы людей Немножко разгрузить Разгрузить Да Еще жара была жуткая Мы пришли к выводу Что это вообще мероприятие Это делается В первую очередь Для участников А не для болельщиков Что надо как-то Что надо как-то Их интерес И мы поэтому Решили сделать Выделенную зону Куда будут допускаться Только участники мероприятия Ну с двойками Они могут допускаться То есть в принципе С двойкой Ну двойка Она участник мероприятия Да Многие ездят с двойками Туда будет входить Значит Ну там будет Фуршетный стол Там можно будет перекусить Чай Небольшой Небольшой Welcome Drink от нас При желании При желании Можно будет выпить Крепкий алкоголь Если есть желание То есть я так думаю Что по поводу мотоциклов Мы допустим Без проблем Мы это все уже обсудили С владельцами территории Можно Там есть охрана На этой территории Охраняемая парковка Там закрывается шлагбаум И соответственно Мотоциклы можно оставить Там У мотоцентра Все никуда Они там до утра Не денутся И можно спокойно Будет людям отдохнуть Опять же Решить вопрос Где оставить там Экипировку Шлема тоже До утра А кто-то выпивает От радости А кто-то с горя У нас ни разу У нас ни разу Не было такого Что кто-то там С горя у нас даже Не как в прошлом году Проиграл с горя Разложился Принек один Да Неудачно прилег Значит Успел доставить Мотоцикл в гараж И приехал на финиш Приехал к нам Да просто как бы Вот дальше Но при этом он не грустил После второй рюмки Уже Ну да Но вы ему за героизм Что-нибудь Увы нет Да Увы нет ДиКью есть ДиКью Как бы да Выбыл значит вы Выбыл значит За героизм Наши радушия И собственно Развлекали как могли Развлекали как могли И то что мы То что мы всегда подчеркиваем И на престартом Инструктаже Это звучит И в правилах Это написано Что здесь нет задачи Дубасить на всю зарплату Там жечь 200 Куда-то по трассе Хотя у нас такие были Персонажи Которые в чат Присылают фотку Ребята я чуть-чуть промазал И въездная стела Великого Новгорода Ну так Нормально Вот Нет Здесь нет задачи То есть безопасно Спокойно Получить удовольствие Вот я Вспоминаю Прошлый год Вот он такой Очень показательный был Реально народ катался Вот just for fun Потому что была Прекрасная погода Это Ленинградская область Это озера Там народ Купался Купался в процессе То есть у кого там Силен соревновательный дух Он там прям да Вот прям на результат А кто-то Просто вот Ради удовольствия В студии радиостанции Моторадио Мотоциклисты Мотоклуба Бизи Райдерс И конечно Мы не можем не вспомнить Замечательного И безвременно Ушедшего от нас Нашего мотобрата Прошу господа Да Собственно мероприятие Бизи Батрайт Мы решили В прошлом году Что Впредь Будем всегда проводить Его В памяти Об Антоне Сомове Потому что Это мероприятие В девятнадцатом году Мы делали С ним вместе Он Так вы его и придумали Получается Ну да Мы получается Были с ним Ну по сути Идейными вдохновителями Вдвоем Вот Я больше занимался Вопросом маршрутов А Антон занимался Все остальные Организации В целом Мероприятие девятнадцатого года Я считаю Прошло очень удачно Очень Говорю как участник Антоха Когда ушел Я был в некой апатии Кстати Может быть и поэтому В двадцатом году Не было этого мероприятия Потому что я потерял Такого Скажем так Идейного человека С которым Это было легче делать вместе Ну вот Мы это смогли Возродить Потому что Наши ряды Пополнились Собственно говоря Идейными людьми Вот Майк даже успел Поучаствовать В первом мероприятии Как участник Да Участником Вот И поэтому Значит Вот Решили что впредь Это будет Память Антона Сомова Будем вспоминать его Слушайте А вот эта вот Ужасная авария Она какое-то продолжение Имела Юридическое потом Да конечно Да Этот самый Виновник 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 понес Наказание Получил максимально Возможный срок По той статье Которую он собственно Нарушил Уголовного кодекса Там Двести шестьдесят четыре Часть по-моему Два Часть два по-моему Да Повлекшая смерть человека Повлекшая смерть человека Да Слава богу Слава богу Супруга Антона Осталась жива И практически Практически Не пострадала Ну при такой аварии Можно сказать Что все Да это чудо Все хорошо Все в порядке Да Антош к сожалению Ушел Мгновенно В момент аварии Да То есть там Так все получилось Да Виновник Виновник Он собственно Не пытался Я так понимаю Куда-то скрываться Что-то Как-то Человек получил Понес законное наказание Ну так его просто Сразу же под арест Поместили Ну я же говорю Он не пытался Скрываться Да Потому что У него не было Такого возможности Нет там Это конечно Такое было событие Там подключились все И собственно говоря ГИБДД Санкт-Петербурга Тоже Огромное спасибо Спасибо Им да Они им включились В этот вопрос Держали руку на пульсе И прямо вот Все получилось Ну и я так думаю Что и мотоклуб Приложили бы участие Разумеется Да Ну хорошо Давайте Давайте будем Плавно начинать Подводить итог 25 числа Этот векенд Я так понимаю 25 июня Ближайшая суббота Пискаревский 144 АК То есть можно зарегистрироваться В интернете Это делается легко Прямо набираете В любом поисковике Бези бат Райт И попадете И попадете Идет ссылка На группу Вконтакте Там прямо Первый же баннер С надписью Регистрация Регистрацию Пройти может Там ребенок Первого класса Умеющий читать То есть она Настолько простейшая Но ребенок Не допускается Ребенок не допускается Хотя пройти может Пройти регистрацию Может Да Если у вас Есть мотоцикл Если у вас нет Мотоцикла Вы можете взять его В аренду Например То есть если у вас Есть водительские права Категории А Есть желание И возможность Провести субботу В седле Добро пожаловать К нам Покататься Повеселиться Начиная Суббота С восьми утра Участник Что он получит Масса удовольствия Масса удовольствия Вот весь этот процесс 11 часов в седле По Ленинградской области Плюс у нас В маршрутном листе Есть такие достопримечательности Или такие места Которые когда мы Объезжали Смотрели Я вообще например Не знал что в Волхове Есть гидроэлектростанция Например На Волхове Вот А я не знал что Есть такие живописные Там красивые Храмы Там на Воксе Вот этот храм на острове Я вообще первый раз в жизни Про него узнал Когда я его там Свои глаза увидел То есть Здесь есть элементы Познавательности Плюс Калининградская область С точки зрения природы Она красивая Мне Мне вот очень нравится По ней Кататься Путешествовать Поскольку да Люди занятые Работают Даже два дня Не всегда выкроить Куда-то поехать И вот так вот Один день Провести в седле Полюбоваться на красоты Что-нибудь узнать Ну и вечером уже Отдохнуть Отдохнуть Повеселиться Послушать хорошую музыку Которая будет играть В Харли Дринг Вот этот бар Недавно открыт И кстати Всем категорически Рекомендую Очень хорошее место Вкусное Классное Это уже прямая реклама Нет Это прямое впечатление Это ощущение Ну и опять же Это наш партнер Который С которым мы вместе Это делаем Большим привет Конечно Слушайте Ну и можно Наверное И незнакомому Со всем человеку Вообще любому Вообще любому Приехал Здравствуй Вот Мотоцикл паркуешь сюда На регистрацию Подходишь Там мы рады всем Неважно Знаем мы этого человека Не знаем И потом Во время автопати Уже можно Познакомиться Да С вами Со всеми Да абсолютно И может быть Обрести новых друзей Лего Ко Лего Ко Так О чем мы забыли сказать О чем важном Что если вдруг Будет дождь Взять с собой Если вдруг будет дождь Взять с собой дождевик И хорошее настроение Ну и дождь Не идет повсеместно По ленинградскому Да дождь не идет Вот мы в чем К него можно уехать Мы как раз вчера обсуждали В районе там В районе Лемболова Лило стеной В районе там Шести вечера Да в этот же момент Например там В районе Луги 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 В районе Волхова Светило солнце И все было хорошо То есть вот Сегодня как раз там Судьбе обсуждали Ну и потом есть Замечательные Яндекс карты Яндекс погода Да Прекрасный сервис Который на ближайшие Два часа Показывает все Атмосферные фронты Как они идут Движутся Очень классная тема Ну он не наш спонсор Он не наш спонсор Просто Просто хорошая тема Пару слов о партнерах Все таки О партнерах Магазин Флипап Ну собственно да Это значит Ужина одежды Ингур Коротков Да первый приз Первый приз От мастерской Кожевина Ингура Короткова Это можно Сидение перешить потом Не 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 Там будет вещественный приз Который можно Я всегда считаю Что надо приз Чтобы маешь вещи Чтобы подержаться Можно было Магазин флипап Конечно же наши Друзья Друзья хорошие Опять же рекомендую Магазин сам у них Покупаю Магазин классный Хороший А что там Продается Мотоэкипировка Магазин Мотоэкипировки Соответственно От них будут Призы Победителям И номинантам Наши друзья Мфорс И арт кастом инжиниринг Они будут делать Чудесные Совершенно необычные Кубки Это будет секрет Ну Это будет сюрприз Для тех Кто получит Я так и Да Да Но у нас были ситуации Что один человек Не смог увести кубок Как раз Я смотрю Господин Фил Так с удивлением На вас смотрит Он тоже не знает В смысле Не-не-не А стриптиз конечно Стриптиз конечно же Будет как без радио Без него Я Хотел сказать про Блэк Джек Но потом Слушайте Для участниц Все таки будет Мужского стриптиза Не будет Я обратно К программе К этой Которую нужно выполнить Чтобы Выиграть приз Будет Все таки какая-то Ну такая женская Программа Или Все равны Все равны Но номинация отдельная Для девочек будет Отдельная для девочек Будет номинация Да Все вот это мы хорошо Что уточнили То есть девочка может занять И первое место И в общей номинации И еще получить первое место В девочках Да Может Такое возможно Я даже судя по тем Кто заявки прислал Я уже даже там верю Там верю Там есть такие Девчонки А бывало что заявку Присылает человек А вы смотрите И говорите Не-не-не Вот этого мы тут даже Регистрировать не будем Он все призы возьмет Бесполезно вообще с ним Не возьмет Не возьмет Не получится Там всегда есть Элемент интриги Потому что у нас В прошлом году Участвовали ребята Вообще из других городов Которые приехали И в призы По-моему даже вошли Ну или там Чуть-чуть им не хватило То есть там Там на самом деле Там были ситуации Когда человек Собрал кучу точек Набрал кучу очков А потом мы посчитали Насколько он опоздал На финиш И за штрафных очков Он даже из призов Вылетел Он даже в тройку не вошел Хотя человек Проехал очень много Проехал очень много По километражу Собрал точек Очень много Набрал баллов Но из-за невыполнения условия Опоздания на финиш Тогда важный момент Как вы доносите Вот эти все правила На предстартовом инструктаже Во-первых Правила опубликованы В группе Там все это написано И мы сейчас Про них говорим Но все равно Люди ведь как Вот надо перед самым выездом Четко объяснить 8.30 Предстартовый инструктаж 9.00 Старт В эту субботу 20.00 Официальный финиш Можно приезжать раньше Это без штрафов Без ничего Приехал раньше Отдыхай Начинается такая Начинает разгоняться вечеринка Как раз Где-то с 6 часов вечера Ну как показывает практика Первые приезжают Примерно в это время Ну народ уже Кто-то устал Кто-то решил Да Слушайте Поеду Я лучше там посижу Пивка попью Опять же Погода хорошая Там будет открытая терраса На солнышке посидеть Одно удовольствие 8 часов Опасно ты про погоду Всегда Я верю В Санкт-Петербурге Я уговариваю Я это Я уговариваю Я хочу Мне надо Надо Слушайте Но тем не менее По прикидкам Как большая соберется Компания в этот раз Ну хотя бы так Больше чем предыдущая Я думаю что да Чуть-чуть У нас каждый раз Чуть-чуть-чуть-чуть Добавляется количество участников Очень много мероприятий В эти выходные Мы посмотрели Просто очень много разных Разных мероприятий проводится Ну у нас вот есть свой сегмент Да Народу Который к нам все-таки приедет Ну к сожалению Никуда не деться Лето Накладки Уже Уже это Да Наоборот хорошо У людей есть выбор И можно там С кем-то конкурировать Например То есть Если ты делаешь Хорошее качественное мероприятие Ты можешь быть уверен Что приедет к тебе Мы стараемся делать Вот с каждым годом Улучшать именно Качественную составляющую мероприятия Слушайте Ну давайте в завершение Пару слов скажем Про свежепрошедший штоль Какие у вас ощущения? Ну как Великолепен Вообще мне кажется Очень много Говорит о мероприятии То что на штоль Когда приезжают Я там чисто случайно Встретил знакомых Которые вообще не мотоциклисты И как бы я спрашиваю А как вообще Откуда здесь взялись Говорят как Ты что Семь лет подряд Как на работу Без мотоцикла Без мотоциклов Они просто ездят туда Им нравится Обстановка Тусовка Там да Кому-то Кто-то говорит Что там слишком много пьют Но Ну не без Это Это везде Это повсеместно Вопрос Вот Да Тут вопрос В какой компании Ты там вращаешься Я думаю так Потому что Найти там можно Абсолютно любую компанию Очень Хороший подбор Групп я считаю Вполне Они стараются Каждый год То есть Они дают Сколько было народу Вот так по прикидкам Честно Честно я не скажу Потому что Я приехал в субботу И ровно с моим приездом Начался дождь И народ Начал разбредаться Но в лесу было Лагерь поставить Живого места не было Да В этом плане Очень многие стояли У дороги Ждали Хоть это самое Увидеть кого-то знакомого Кому можно значит Там притулиться Это было в субботу Вот Поэтому народу было много Ну Будем надеяться Что и на ваше мероприятие Ну столько вам не надо Вам столько не сосчитать Столько не надо Нет Это для других наших мероприятий А тут нам наоборот Нам тут нужно качество Да Мы самое главное-то не сказали Что? Про 8 Вы что? Самое главное не сказали Мы пока Мы об этом уже говорили Что у нас юбилей в этом году Но мы пока его еще не анонсируем 20 лет 20 лет 20 лет Может вообще не будем Тихо сами отметим Да Тоже вариант Но если будем То кейтеринг будет И будут приглашенные Да будем Будем конечно Это мы так Мы пелену таинственности Просто на себя нагоняем В этом году Мы-то Брассу Бези Райдерс Исполняется 20 лет Когда? Ну вообще сентябрь у нас Значит соответственно Я думаю что В сентябре В конце сентября Скорее всего Может быть даже В начале сентября Мы про это отдельно расскажем Отдельно Официально вас приглашаю К нам Мы это все осветим Здесь делаем большой эфир Посвященный вам Вашему клубу Но в сентябре соответственно Так что мы Всячески поддержим Если вы будете Придавать этому Официальность Какую-то некую По-моему мы еще не решили Да будем Будем Ну наверное нам придется Да Слушайте Ну все таки На слуху Уж очень Достопримечательность города Как-то надо Да никогда Бези Райдер С юбилея не зажимал Не зажмется В этом году Не зажмется Есть надежда Попробовать бутерброд На вашем празднике И не только Да Все Спасибо вам большое Все Собираемся в субботу По мере силы возможностей На Бези Батрайт Спасибо Счастливо Счастливо Всего доброго До свидания